Здарова, это Шамшурин. Вопрос от зрителя. Значит, парень пишет следующее. Познакомился с девушкой, все вроде бы классно, взял телефон. И так получилось, что на следующий день уехал на сборы, какие-то спортивные сборы, соревнования, то есть он занимается футболом. И уехал на неделю. Он говорит, что всю эту неделю мы активно списывались, созванивались, общение было очень живое и так далее. То есть все было хорошо. Потом, когда он вернулся, в этот же вечер он позвонил девушке, предложил встретиться. Девушка говорит, да, окей, то есть давай встретимся. Что же он так это, тарахти? И на следующий день у них было некое свидание. Все классно, он говорит, гуляли, обнимались. Я начал к ней прикасаться. Он говорит, что она позволяла себя трогать. Вот это слово мне уже изначально не нравится. Я считаю, это какой-то неправильный подход. Что-то позволяло себя трогать или разрешало себя трогать. Это уже как-то стрёмно звучит. Я ее даже поцеловал и так далее. Но секса не было, он говорит. Не было и не было. С другой стороны, я так понимаю, что ему и девушке его хотелось. То есть он говорит, что мы с ней распрощались. Я ее чмокнул там, поцеловал в губы и все. И по поводу, я спросил, почему не было секса. Он говорит, потому что у меня родители приехали на пару дней в гости. Они у меня как бы два дня гостили. Я говорю, отлично. Девушка об этом как узнала? То есть он говорит, что я сам ей об этом сказал. И, собственно, распрощались. Хотя он ее там еще поцеловал, пообнимал, по киностатил, поприкасался даже в самых интересных местах. И все. На следующий день, он говорит, она просто не вызванивается, она не берет трубку. А через день все-таки взяла трубку, но очень холодно общалась. И в конце концов, в итоге она отморозилась. Вот такая печальная история. Хотя для меня она простая, как две копейки. Она, в принципе, для вас уже, как бы, если вы смотрите за моим каналом, она должна быть просто простой, как две копейки, ребят. Если коротко, да, от общего к частному, то просто не было секса, поэтому девушка и слилась. Одна из причин, и, скорее всего, основная в том, что девушка поняла, о, классно, парень прикольный, там, начинает меня трогать, целовать, возбуждать. Все, я готова, ну, я нормальная, здоровая, красивая, молодая женщина, да. Возможно, что у него давным-давно уже не было какого-то, какой-то близости с мужчиной. И суть такая, что парень ей сообщает, что у меня родители дома, я сегодня, типа, не могу, и отпускает ее. Ну, слушай, кроме дома есть же, не знаю, отель, есть же машина, есть же елочка и кусты, потому что сейчас лето, и я так понимаю, что ты как из какого-то Краснодарского края или откуда оттуда, то есть там у вас вообще тепло и жара. Есть вариант вписаться к ней, то есть есть очень много вариантов. Подъезд, не подъезд. И здесь дело даже не в сексе. И по сути дела не в том, что девушки какие-то там продажные, вернее, не продажные, а жаждающие секса, озабоченные там, нимфоманки и прочее. Они тоже нормальные люди, им нужен мужчина, который способен их взять. То есть ты ее не взял. Причем ты ее озвучился, то есть, во-первых, да, и у нее интерес к тебе какой-то на каком-то животном уровне пропал. Второй момент, в чем косяк, то, что ты как бы сам озвучил, что есть какая-то проблема, и ты эту проблему не решил. Что я имею в виду, что как бы девушка, любая нормальная, уважающая себя, она хочет, чтобы рядом с ней был достойный мужчина, настоящий мужчина. Настоящий мужчина это тот, кто способен решить любые проблемы, любые трудности. Такой живчик, который в любой ситуации найдет выход. Я не говорю, что это вот как бы показательно, вот так вот, что вот, там, не знаю, не придумал, как девушку увезти в отель. Я говорю о том, что для нее, для нее это некий показатель того, что если сейчас он не может решить эту проблему, как бы, как он вообще по жизни решает какие-то другие проблемы. То есть, соответственно, первая причина в том, что ты ее не взял, возбудил, поцеловал там и не продолжил до конца, и у нее сразу что-то щелкает в обратную сторону. Вторая, как бы, вторая причина в том, что ты не смог преодолеть какие-то трудности. И третья причина, что получается, если, это частая ошибка парней, если, то есть, на первом, там, допустим, свидании, ты начинаешь девушку активно кинестетить, активно трогать, возбуждать и так далее, и так далее, то есть шансы, что на второй она может не прийти, потому что она прекрасно понимает, что на втором будет секс, что ты будешь делать как минимум то же самое. И, с одной стороны, по логике мужчин, да, и по нормальной любой человеческой логике, ну, как бы, это же круто, да, то есть, это как раз то, что хочется, то, что надо, получается. Вот. Но по логике женщины у них же есть вот эти природные какие-то компоненты в голове, которые говорят ей, что если я приду, значит, я как бы знала, зачем иду, значит, я легко доступная, я проститутка, я шлюха там и так далее. Я пришла заниматься сексом. Поэтому, если ты не можешь по каким-то причинам считать, что сегодня не получится привести девушку к себе домой, то лучше, наверное, не пытайся ее возбуждать сильно, там, как-то кинестетить, целовать и прочее. Ну, так, погуляйте, поцелуйтесь в щечку, пообнимайтесь, что-нибудь такое, там, покажи ей, что ты еще как бы мужик, то есть, один раз, там, два раза возьми ее за попу, но не более. И если даже случился такой косяк, что она, ты, ну, ее возбудил и не довел до конца, то, как бы, на следующий раз можно как-то пригласить ее все-таки в какое-то социальное место, сказать, погнали в театр, там, погнали в кино, погнали на выставку, ну, если что-то такое. Так что вот такие косяки, они, на самом деле, очень элементарные, то есть, ну, самое, конечно, дебильное, что меня зацепило, ты девушке сказал, что у меня сегодня в гостях родители. То есть, ты говоришь, есть некое препятствие, она такая ждет, типа, и когда ты его решишь, еще ты предлагаешь, это же не самая большая сложность, есть же еще варианты, ты же мужчина, ты же настоящий мужчина, придумай что-нибудь. А ты ничего не придумал по этому, братан, ну, не спрашивай, то есть, спрашивай себя, в чем косяк. Это настолько элементарные вещи, ребят, что, ну, это уже давным-давно можно было увидеть на моем канале в каких-то бедяшках предыдущих. Это можно прочитать в моей книге, которая, кстати, сейчас вот уже по сниженной цене продается во всех крупных книжных магазинах твоего города и в интернет-магазине Озон. То есть, ты можешь сейчас прямо уже заказать или пойти в магазин и купить. Она несколько в другой обложке, но содержание абсолютно то же самое, ничего не поменяли. Вот. Ну, какие-то такие моменты, то есть, такая история. Плюс еще, значит, напоминаю, 19-20-го уикенд с тренером со мной в Москве. И 12-13-го в Питере по два дня. Это будет очень круто. Это будет целый день с утра до вечера. Группы ограничены там 9-10 человек, потому что много народу, тогда качество уже пострадает. Поэтому, парни, приходите. Ссылки под видео. Читайте книжку. Смотрите мой канал. Подписывайтесь. Ставьте лайки, дизлайки. Это был Шамшурин. Пока.